Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим об обрезке колонновидных яблонь. Колонновидные растения в последнее время стали очень популярны в наших садах, благодаря тому, что занимают очень мало места, имеют красивую компактную форму кроны. Колонновидные яблони это особая группа сортов, у которых форма роста контролируется генетически. Они сами по себе формируют очень сжатую узкую крону с густо расположенными плодовыми образованиями, которые буквально усеивают ветки. Для колонновидных сортов применяются две основные формы формировки кроны. Первая, используемая именно в промышленных садах, где такие деревья растут очень густо и занимают большие площади. В промышленных садах обычно все боковые ветки обрезаются на длину 10-15 см, поддерживая растения в истинно колонновидной форме. Но в наших садах урожайность с гектара это не самое главное. Главное это здоровое, урожайное, красивое растение. Поэтому для приусадебных садов можно допускать ветвление колонновидных сортов яблони. Нужно сказать, что все колонновидные растения ветвятся, просто тип ветвления у них немножко отличается от всех остальных сорта групп. Ветки у них отходят под более острым углом, форма кроны формируется сжатая, похожая на кипарис. Итак, обрезка. При обрезке колонновидных сортов следует учитывать, что нам нужно поддерживать вот именно эту сжатую форму, не позволяя ей разваливаться, раскидываться в стороны. Дело в том, что именно у этой группы яблонь, древесина, хотя и очень прочная, но очень хрупкая. И легко раскалывается, ветки отламываются под нагрузкой урожаем или под сильным ветром. Итак, вот перед вами прекрасно сложенная молоденькая яблоня, колонновидная яблоня, уже вступившая в плодоношение. Видите, сколько у нее плодушечек, все веточки усеяны, и она тем не менее ветвится. На что мы в первую очередь обращаем внимание. Как всегда, удаляем все больное, поломанное, либо растущие внутрь, сильно загущающие кроны. Дело в том, что даже для них загущение кроны допускать не требуется. Итак, мы осматриваем крайнюю нашу яблоньку и видим. И вот здесь, вы видите, идет ответвление как раз внутрь кроны. И мы срезаем эту веточку с переводом на вертикальную. Как раз именно при обрезке колонновидных сортов предпочтение мы отдаем тем веткам, которые занимают наиболее прямостоячее, так сказать, положение. Обрезаем аккуратненько на перевод, без пенечков. При укорачивании длина однолетнего прироста, вот он, уменьшается на одну треть, или на половину, или даже на три четверти, в зависимости от того, насколько большой прирост. Чем длиннее прирост, тем сильнее укорачиваем. Итак, благодаря укорачиванию на оставшемся побеге происходит активная закладка вот именно этих цветковых почек, и урожайность, соответственно, возрастает. Мы выбираем хорошо развитую почечку и срезаем над ней. Как и в случае с другими сортами яблонь, традиционной формировки, традиционного типа кроны, для нас важно колонновидные яблони поддерживать в оптимальной, удобной для нас высоте. Как вы видите, верхушки побегов разветвились. Есть прирост очень активно растущий, и есть более слабые веточки. Здесь мы делаем обрезку с переводом на более слабую веточку, для того, чтобы сократить силу роста. Итак, укорачивание. Укорачивание – это для колонновидных сортов один из основных приемов обрезки. И повторюсь, здесь мы больше укорачиваем не на наружную почку, а ту почку, которая идет немножко в сторону. Можно даже, если ветка очень сильно отогнулась, вышла в междурядье, можно даже делать срез на внутреннюю почку, чтобы ветку эту подтянула обратно к кроне, чтобы она сохраняла свою правильную форму. Здесь уже немножко другой сорт. Обратите внимание, насколько густо он усеян плодушечками, как хорошо ветвится. Но такого вот разнообразия ветвей, такой загущенности быть, конечно, не должно. Здесь мы используем, опять же, укорачивание на 3-4 почки. Кое-где ветки мы снимаем практически полностью, для того, чтобы снизить их высоту. И переводим либо на почку, либо на небольшой растущий побег. Верхушечку прищипываем. Повторюсь, основной прием укорачивания с переводом, либо на боковую веточку, либо на почку в нужном для нас положении. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание при обрезке. Смотрите, здесь в одном месте от ствола дерева отходит сразу несколько веточек. Получается такая точка напряжения, образно говоря. И кое-где кроны, я бы сказала, перегружены. Обратите внимание, почти все эти ветки выходят на одну сторону. Загущенность. Вот эта и вот эта ветка находятся почти в одной плоскости. Так быть не должно. Одну из этих веток, желательно расположенную наименее выгодном положении, или слабо развитую, мы можем удалить на кольцо. Если речь идет об укорачивании, об обрезке промышленных насаждений, там, конечно, все ветки остаются, имеется один ствол главный, и все отходящие от него ветки буквально вот такой длины. 15 в среднем сантиметра. Они периодически вырезаются, омолаживаются. Но, повторюсь, такие деревья обычно живут гораздо меньше из-за жесткой обрезки, серьезной нагрузки. И для своего сада это не самый лучший вариант, я вам скажу. Понимаешь, это смотрится красиво в чем-то, но уж больно однообразно. Так и чувствуется какой-то вот промышленный стиль. Так, обратите внимание, здесь вот в прошлом году поселилась тля. Она искривила побеги. Такие побеги мы тоже обрезаем. Обрезаем на хорошо развитую почку, удаляя именно искривленную часть. Нам это не нужно. На таких побегах обычно остается много яиц тли, которые только и ждут момента, чтобы начать свою разрушительную, так сказать, деятельность. В данном вот случае вот эту вот ветку мы должны укоротить именно на эту самую 10-15 сантиметров, на эту длину. Почему? Она слишком выбивается из общей картины. Такого быть не должно. Выбираем почку, идущую либо вовнутрь, чтобы ее обратно подтянули, либо немножко в сторону. Удаляем, кстати, весь прирост на стволе. Опять же, засохшие, угнетенные веточки. Вот это деревце, кстати, требует хорошей поддержки. Чем вкуснее яблочки, тем больше их любит тля и прочие вредители. Для него жизненно будет важно провести по весне подкормку дополнительной дозой азота. После того, как вы окончили обрезку, обязательно замажьте все срезы садовой краской, садовым бальзамом, либо варом. Этот предотвратит заражение их различными болезнями. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. Процветания вам и вашему саду. Продолжение следует...